всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал сегодня у меня новый хобби влог кому интересно такого рода видео оставайтесь со мной приятного вам просмотра свой влог я начинаю с цветового квеста города здесь мы раскрашиваем вместе с оксаной и ссылка на канал оксаны как всегда под видео и в конечной заставке в этом месяце у нас вот такая иллюстрация ну вот это по ходу дела набережная в копенгагене дания но это я еще не знаю что то я тут пробовала какой-то фломастер давно было дело наверняка месяц-два назад я уж не помню ну а сейчас я вот подобрала еще не все цвета в основном как видите это икея и 1 ашан двусторонние с птичкой я уже сделала немного обвела контур чтобы было удобнее раскрашивать на камеру вот здесь вот у меня номера 11 и 12 это вот вот эти и как известно они на самом деле очень похожи поэтому вот 12 я сразу обвела ну чтобы уже не путаться чтобы было проще ну и в принципе я даже когда крашу не на камеру я все равно стараюсь обводить потому что это удобно я думаю так многие делают но на камеру это особенно актуально чтоб как-то процесс был побыстрее поаккуратней правда раньше я знаете старалась как-то чуть ли не по линеечке там вымерять а сейчас я стала относиться к этому гораздо проще я вот от руки все делаю и как мне кажется работы стали выглядеть гораздо лучше вот ну как-то более естественно то что когда здесь и так пиксели а когда еще все вот так вот точно по линеечке вымеряешь то получается совсем как-то угловато поэтому я предпочитаю чтобы все было как-то так попроще от руки мне так нравится ну чтож приступим кстати несмотря на то что я не очень люблю красный цвет совсем не люблю но вот этот вот оттенок он прям такой классный в икеа ну ладненько в общем кому интересно оставайтесь со мной как всегда своим традициям не изменяю начинаю с красного но цвет очень красивый насыщенный ну правда он все равно отличается от колпачка но тем не менее красивый оранжевый но вот эти и другие мягкие им конечно классно красить и вообще я замечаю когда вот фломастеры такие и не полосят вообще просто какой-то бонус ну потому что как то чтобы там маркеры спиртовые ложатся ровно но это понятно фломастера чаще всего полосят поэтому для меня это какой-то прям кайф когда я вижу что они не полосят и не скатывают и вообще супер вот я это квашан хожу когда смотрю вот все равно маленькие наборы больших я даже не никогда не видела напрасно что они не выпускают большие наборы ну ладно хоть и в икеи побольше цветов это хорошо ну просто шан они все-таки двусторонние это особо классно сейчас кто не знает ваша не по я не помню говорила я в хобби влоге или же только в лайф влоге но короче там у них теперь карточки есть на кассе лежат 25 рублей по моему стоит ну и на какие-то товары кэшбэк начисляется плюс еще баллы на день рождения ими можно кажется сто процентов покупки оплатить но можно ее бесплатно получить если виртуальную без пластика через приложение тут как кому удобно я все таки предпочитаю карточку потому что приложение у них периодически может и слетать по крайней мере прежняя версия точно подводила и но она немного косячная поэтому лучше иметь карточку то что еще и восстанавливать доступ там не очень-то удобно так вот у меня фломастер начал меня подводить эта печаль к так ладно вот этот поскольку похож пройдусь к я и по 11 цифре по 12 этим ничего страшного ну в принципе обидно голубые цвета не нужны всегда я еще немножко по раскрашивала ну вот здесь короче я так конечно расстроилась что очередной голубой заканчивается хотя у меня их много вроде бы как достаточное количество но голубые цвета это прям самое самое ходовое ладно потом попозже куплю еще один наверное киевский набор мы посмотрим сейчас пока есть чем раскрашивать но конечно икея прям в цветовых квестах очень хорошо заходит вот на вот этих пространствах поэтому пока что вот этот и есть а потом разберемся так сейчас я все это дело сложу наверное лучше вот так и буду это раскрашивать где нибудь на балконе или на кухне но на кухне у меня цветовой квест животное поэтому это скорее всего отправиться у меня на балкон или в танцевальный зал там где я максимально нахожусь протерла стол я уже не знаю сколько раз за день я это делаю потому что то акварель то сухая пастель ну и тому подобное сейчас я взяла раскраску под лупой риты берман ну она у меня тоже стоит в плане я собственно ставлю не каждый месяц в план и но тем не менее ставлю она мне очень нравится и эту раскраску мне подарила оксана спасибо тебе огромное раскраска просто потрясающие ну и в этот раз я буду раскрашивать вот эту вот иллюстрацию примерно какие цвета будут я представляю так что сейчас приступлю к раскрашиванию покажу вам процесс раскраска у меня появилась на новый год насколько я помню ну да на новый год раскрашено у меня тут в принципе не очень много а вот этот вот у меня разворот здесь раскрашен потом вот это вот интересно неужели это все не у меня там еще листочки раскрашены где-то наверное в самом начале еще конечно очень-очень мало я всего здесь раскрасила ну и где чуть-чуть ерунда такая чуть я не могу найти их надо вот там в начале еще такой букетик раскрасить все найду покажу я там еще же тогда как раз вот вот это я тогда призмами раскрашивала пробовала как она будет мне понравилось я помню что я вот эти листочки раскрасила а потом поскольку призмы такие масляные пигментированные я взяла салфетку и просто все растерла и в итоге пигмент отсюда как бы лишний он ушел на фон такой нежный мне понравилось как получилось вот короче говоря сейчас приступлю к раскрашиванию оставайтесь не переключайтесь перед тем как начать раскрашивать решила вам показать карандаши которые я выбрала значит взяла derwent drawing 2 карандаша это браун охра и варм что-то такое 5550 потом два своих любимых карандаша из набора 50 цветов ашан там тоже ела охра еще что-то такое клей елу потом белые ночи вот эти два у меня акварельный я их использую без размытия это не акварельный также белые ночи вот эти два цвета derwent графит вот еще белые ночи серый и призма color вот думаю что вот это сюда отлично подойдет но если чего не хватит естественно возьму еще возможно да что-то еще сюда возьму стиле элиты берман мне конечно нравится и вот что-то я соскучилась сейчас хочу немножко новое сочетание попробовать посмотрим как выйдет ну потому что derwent эти у меня еще достаточно новые карандашами мало раскрашивала вот призма это серединку я делаю желтым и вот как раз коричневые два цвета очень неплохо сочетаются между собой пожалуй тогда и этот листочек я раскрашу так же я мне еще интересно в принципе по раскрашивать призмами дервентами вместе их как бы сравнить ну вот мне кажется что по нанесению они очень похожи прям такие мягкие хотя в принципе то призмы это же масляные до карандаши и дервенты вроде как на восковой основе но могу ошибаться но нанесение у них очень похоже правда непосредственно уже на бумаге как я вижу они по-разному выглядят причем они сочетаются хорошо смешиваются хорошо то есть никаких там переходов не видно но вот как бы как они смотрятся на бумаге разница есть вот но мне нравится в теории можно спокойно не знаю брать дервенты и вот я даже сейчас вот color soft поиспользовала да помимо дроуинга и то же самое вот нанесение очень похоже на призмы ну как мне кажется по идее наверное могу спокойно покупать дервенты и в общем то ждать может быть когда-нибудь действительно будут в обычных магазинах они продаваться именно и поштучно и так далее потому что мне все-таки это более актуально а сейчас можно спокойно брать дервенты и никаких проблем но с другой стороны вот вот здесь вот есть такие цвета каких нет на вроде бы нигде еще в других наборах вот этот цвет он прекрасен вот верхушку желуди я раскрашивал вот эту верхушку этот цвет просто идеален и он потрясающий вот это сочетание тоже такое классное вот гриб который я коричневыми дервентами красила то вот видно да что от призм по на по итогу отличается вот сейчас вот так мне нравится желтая коричневая сочетать чем у меня будет так тут разнообразие ну и графитовый вот здесь он будет хорошо смотреться и тоже мягкий классный хотя вот этот карандаш я замечаю что я пытаюсь на него нажимать хотя он и так пигмент отдает довольно таки неплохо ну просто здесь маленькие детали он сам по себе грифель толстый немного и может быть поэтому хотя опять же призма и другие там тоже не тонкие раскрашивание продвигается в этот раз у меня такая получается иллюстрация разноцветная прям яркая обычно все-таки как вы видели я в каких-то таких вот тонах все раскрашивала здесь появились новые сочетания и как я уже сказала более ярко мне в общем нравится что это как-то поярче по разнообразнее но сочетание когда роза вот такого цвета мне очень нравится хотя в общем то это как мы видим шиповник но пусть пусть будет такой цветок собственно вот эти карандаши вот вот этот вот акварель не акварельный карандаш он тоже весьма такой мягкий классный им тоже приятно раскрашивать но на этой бумаге в принципе вот этот карандаш он акварельный но я удивилась что тоже достаточно мягко ложился и не приходилось нажимать на этот лавандовый я понажимала вот здесь чтобы получить более темный цвет а здесь еле-еле нажимала но фон здесь скорее всего не будет просто будет такой веночек вот здесь вот я размыла это вот единственное где я что размывала ну с обратной стороны в общем то при любом раскладе ничего не видно потому что тут уже все раскрашено ну а это видео я буду завершать если она вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал жмите на колокольчик чтобы не пропустить новые видео и обязательно заходите в мой инстаграм три семерки рыжие три восьмерки ну а я благодарю вас за просмотр желаю вам хорошего настроения здоровья вдохновения и уютных раскрашивательных вечеров до скорой встречи пока пока